Всем привет! С вами Ольга Шевлякова, ваш персональный менеджер компании Авиафлот. Совсем недавно я вернулась из грандиозной, потрясающей и во многом уникальной страны. Я побывала в Объединенных Арабских Эмиратах. И сегодня я хотела бы ответить на самые актуальные вопросы, которые волнуют многих путешественников, планирующих поездку в Арабские Эмираты. Первый вопрос, который я слышу от многих туристов, когда же лучше всего отдыхать в Арабских Эмиратах? Все зависит от целей вашей поездки. Согласитесь, когда вы отправляетесь в страну, которая находится на побережье, обязательно хочется насладиться морем. Полежать на пляже, получить шоколадный загар, понежиться в теплых водах Персидского залива. При этом Арабские Эмираты нельзя однозначно назвать идеальным пляжным направлением, так как комфортный отдых на море там возможен в периоды с сентября по декабрь и с марта по май. В летние месяцы столбик термометра зашкаливает за 45 градусов. Вода в море прогревается до 33 градусов и совсем не освежает. Желающих посетить Эмираты в это время не так много. Находиться на улице просто невозможно, очень жарко и влажно. Зимой, в период с декабря по февраль, вполне можно отправиться в Арабские Эмираты с целью шопинга, прогулок, осмотра достопримечательностей и посещения экскурсий. Но при этом окунуться в море вам вряд ли захочется. Температура воздуха в дневное время может быть от 17 до 23 градусов. Дуют холодные ветра. Вода в море будет 20-21 градус, бодрящая. Для вечерних прогулок лучше всего взять с собой легкую куртку или свитер. А вот в осенние и весенние месяцы вы как раз сможете провести свой отпуск максимально полезно и интересно совместить пляжный и экскурсионный отдых. Второй вопрос не менее важный. Где же находятся лучшие пляжи в Арабских Эмиратах? Где можно отдохнуть с детьми и в то же время что-то посмотреть, а не просто пролежать на шезлонге две недели? Мой ответ будет однозначным. Это Шарджа. Расскажу почему. Шарджа – это соседний от Дубая и Эмират. Отелей на первой береговой линии здесь также не слишком много. Но при этом их стоимость вполне адекватная. И с наибольшей вероятностью устроит многих желающих получить качественный пляжный отдых. А также, по моим личным ощущениям, море в Шардже чище и прозрачнее, чем в Дубае. А стоимость пляжного оборудования дешевле. Кроме того, Шарджа – очень красивый и уютный город. Здесь есть парковые зоны, красивые мечети и водные каналы прямо в центре города, что придает ему особое очарование. Шарджа, так же как и Дубай, может похвастаться поющими фонтанами. Правда, шоу не настолько грандиозно, но все же. Здесь можно погулять, устроить шоппинг. Есть множество торговых центров, а также посетить различные музеи. Именно поэтому и не случайно Шарджу считают культурной столицей Арабских Эмиратов. Но при всех ее достоинствах нужно отметить, что Шарджа – это сухой Эмират. Алкоголь здесь не продается в магазинах и в отелях. Запрещено распивать спиртные напитки на пляжах, в ресторанах и на улицах города. Нарушителям этого закона грозят внушительные штрафы, вплоть до депортации страны. Поэтому всем любителям расслабиться вечером с бокалом вина явно не сюда. И еще девушкам, которые любят прозрачные одежды и короткие шорты, придется оставить все это в чемодане до лучших времен, либо не брать с собой вообще, если они едут в Шарджу. Одежда здесь должна быть довольно скромной и прикрывать все выдающиеся части тела. Если вы будете прогуливаться в кофточке с глубоким декольте, вы рискуете попасть в полицию. Добраться из Шарджа до Дубая можно на такси. Стоимость такси определяется по счетчику. Но могу сказать, что поездка обойдется вам не менее 80 дирхам, примерно 1400 рублей, что для Эмиратов вполне экономично. Вообще, говоря о расходах в Арабских Эмиратах, не стоит пересчитывать дирхамы на рубли и после этого расстраиваться, что все так дорого. Да, Дубай оставляют позади по уровню цен Рим, Барселону и Париж, будьте уверены. Но при этом, когда вы едете сюда, нужно просто морально настроиться на то, что Арабские Эмираты – это совсем не бюджетный отдых, и взять с собой нужную сумму денег, чтобы не пришлось постоянно ограничивать себя во всем. Безусловно, каждый из Эмиратов по-своему особенный и интересный. И ваш выбор всегда будет основываться на том, для чего, собственно, вы едете в эту страну. Многие считают, что если отдыхать в Арабских Эмиратах, то обязательно в Дубае, потому что именно там сосредоточено все самое интересное, эксклюзивное, потрясающее и уникальное. Дубай действительно волшебный город. Город-мегаполис прямо посреди пустыни. Каменные джунгли, где небоскребы из стекла и бетона целуют облака, и приходится поднимать голову высоко-высоко, чтобы увидеть, где же заканчивается здание и начинается небо. Именно в Дубае находится самая высокая в мире башня Бурдж-Халифа, знаменитые поющие фонтаны, огромный торговый центр Дубай-Молл. По нему можно гулять неделю без остановки. В Дубай-Молле расположен грандиозный аквариум и подводный зоопарк. Потрясающие панорамы ночного города, атмосфера роскоши и богатства, Феррари, Ламборджини, Лексусы и лимузины здесь на каждом шагу. Список достопримечательностей этого города можно продолжать очень долго. И тут вы скажете, все правильно, нужно ехать в Дубай. На это я отвечу. Отелей, которые расположены на первой береговой линии, не так много. И стоимость их составляет в низкий сезон 70-80 тысяч на человека за неделю. Пляжные отели расположены в престижных районах Джумейра, Дубай-Марина и Пальма-Джумейра. Отдых там может позволить себе далеко не каждый путешественник. Разумеется, в Дубае довольно много отелей, которые находятся на большом расстоянии от моря. Все эти отели организуют трансфер на пляж несколько раз в день. Но не всем хочется ездить на море на автобусе, а кому-то это просто неудобно. Именно поэтому я рекомендую обратить ваше внимание на отдых в Шарджи. И еще многих интересует вопрос, стоит ли ехать в другие Эмираты, кроме Дубая и Шарджи. Конечно, стоит. И в первую очередь это Эмират Абу-Даби, который по количеству и качеству достопримечательностей не уступает Дубаю. И кроме того, Абу-Даби является столицей Арабских Эмиратов. И там действительно есть что посмотреть. Самый весомый аргумент в пользу посещения Абу-Даби – это мировой архитектурный шедевр – мечеть Шейха Зайда, которой я буду посвящать отдельный сюжет. Подводя итог, хочу сказать, что Арабские Эмираты – это страна контрастов и достижений, страна чудес и мировых рекордов. Не стоит акцентировать свое внимание на пляжном отдыхе. Он здесь, безусловно, есть, но не является приоритетом. Предлагаю вам составить список достопримечательностей, которые вы хотите посетить в Арабских Эмиратах. И рассчитать бюджет, который вам для этого потребуется. И, конечно, я с удовольствием помогу вам запланировать поездку. Расскажу о наиболее интересных и популярных экскурсиях. Сориентирую по стоимости. И в этот момент вы поймете, что вы всего в двух шагах от мечты. Смелее! Эмираты ждут вас! С вами была Ольга Шевлякова, ваш персональный менеджер компании «Авиафлот». Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду рада ответить на все ваши вопросы. Будьте в курсе самой полезной и интересной информации. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!